Всем привет, друзья! Меня зовут Алина, вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня, наконец-то, возвращаюсь к тому формату, который мне очень полюбился. Это формат 3х3, когда каждый день я читаю одну книгу и на следующий день с утра записываю вам свои впечатления о только что прочитанном. Да, в моем случае, так как я человек и работающий, и семейный, и маленькая дочка у меня есть, я не могу себе позволить прочитать полноценный такой приличный роман за день. Это, в принципе, невозможно. Моя обычная норма в день — это 100 страниц и примерно 150 — это, наверное, верхняя планка. Ладно, это было длинное предисловие, которое сводится к тому, что, да, у меня 3х3 — это обычно повесть или какой-то небольшой сборник рассказов. В общем, то, что я действительно могу за день прочитать и никого из вас не обманывать. Этот выпуск 3х3 посвящен американской классике 20 века, то, что я очень сильно люблю, и давайте посмотрим, что же за книги я выбрала. Во-первых, это Джон Стейнбек. Да, у меня вот такой прекрасный сборничек в твердой обложке от эксклюзивной классики. Во-первых, повесть о мышах и людях, во-вторых, это повесть «Жемчужина». О мышах и людях я когда-то очень давно читала и довольно плохо помню сам текст, но после прочтения я несколько раз смотрела, пересматривала экранизацию с Джоном Малковичем. Один из моих самых любимейших актеров. Если кто-то из вас смотрел фильм «Быть Джоном Малковичем», Малкович, Малкович, то пишите в комментариях обязательно и не забудьте поставить ваш лайк. Да, не знаю, что я возьму точно. Всю книжку я не успею за день прочитать. Следующая книга — это Шерлут Андерсон и его сборник рассказов «Уайнсбург о Гайо». В первый раз я отметила упоминание этого сборника рассказов в книге Уильяма Сырояна под названием «Приключения Уэсли Джексона». Я тогда же отметила для себя автора, тогда же купила эту книжечку. И, конечно, читать тут всего ничего. Действительно, за день сел и ознакомился, но вот все время что-то другое лезет вперед, эта книжка так и лежит на полках. Тут я беру марсианские рассказы Рея Брэдбери и еще в авторском предисловии к хроникам марсианским вижу восторженнейшее восхищение Брэдбери, Шерлутом Андерсоном и именно этим его сборником рассказов. Брэдбери еще в свои школьные и студенческие годы зачитывался данным сборником и мечтал когда-нибудь сам написать что-нибудь подобное, но чтобы события происходили на Марсе. То есть именно вот эта книга рассказов, в которых события происходят в одном городке, именно она вдохновила Рея Брэдбери на написание марсианских хроник. Ну и последняя книжечка, конечно же, не по значению. Это у нас Уильям Стайрон. И вот такой у меня сборник, опять же, не прочитая все. Сюда включена пьеса в заразном бараке и повесть, наверное, повесть «Долгий марш». Я возьму повесть «Долгий марш». Она необъемная, около 120 страниц. Точно успею прочитать. Ура! Наконец-то снова читаю Стайрона. Уильям Стайрон, один из моих самых любимых авторов американской литературы и вообще, несмотря на то, что читала у него, да, только два романа. Вот, наконец-то, буду дальше знакомиться с его творчеством. Как знать, может быть, и пьесу тоже успею прочитать в рамках того же дня. А вдруг? Да, ребята, увидимся с вами совсем скоро. Давайте выберу, что я возьму читать сегодня, о чем я уже завтра буду вам рассказывать. Это будет Шерлуд Антерсон и его сборник рассказов. Безумно меня интригующий. Я, честно говоря, не понимаю, что такого гениального и вдохновляющего многих людей может быть заключено в таком небольшом формате. Очень заинтригованно. Ну и увидимся с вами совсем скоро. Для меня пройдет всего лишь день, а для вас так и вовсе волшебный монтаж. Ну вот, друзья, эту книжечку я прочитала, и, честно говоря, это, наверное, один из самых сложных отзывов будет на моем канале, потому что у меня очень неоднозначные впечатления о прочитанном. Честно говоря, мой интерес к данному автору и к данной конкретной книге был очень сильно перегрет, и я ожидала намного большего, чем я в итоге получила. Первое, что нужно понимать, это то, что Шерлуд Андерсон написал данную книгу задолго до того, как Хемингуэй, Стейнбек, Фитджеральд и другие, в принципе, начали писать. Здесь на обложке есть слова Уильяма Фолкнера. Он говорит, что Андерсон был отцом всех его книг, и книг Хемингуэя, и Фитджеральда, каждого из них. Он говорит, что Андерсон повлиял на всех, вывел нас на дорогу. Именно новеллы Шерлуда Андерсона это и есть то, откуда растут ноги у любимой мной американской классики. Да и не только классики. Если подумать, то современная американская литература, популярная, которая нам сейчас так нравится, возьмем даже того же Стивена Кинга, чтобы далеко не ходить. Те приемы, которые Кинг использует сегодня в своих романах, они однозначно зародились где-то вот здесь. Итак, речь здесь пойдет о небольшом городке Уайнсбурге в штате Огайо, в котором проживают самые разные, но вместе с тем вполне обычные люди. С обычными проблемами, с обычными заботами. По структуре книга состоит из очень небольших рассказов или новелл. Некоторые из них занимают 20-30 страниц, некоторые всего лишь 5 страниц. Это очень короткие не рассказы даже, а как бы зарисовки из жизни разных людей. Есть один сквозной персонаж, который появляется практически в каждом рассказе. Это молодой парень Джордж Уиллард, которого впервые мы видим глазами пожилого местного старичка-затворника. Позже мы видим его глазами его матери и некоторых других людей, населяющих данный город. Молодых парней, молодых девушек, его школьной учительницы. Также в некоторых рассказах Джордж Уиллард будет играть главную роль, и там уже нам приоткроются какие-то его собственные мысли, взгляды. Читая эту книгу, я не могла отделаться от мысли, что ученики превзошли своего учителя. Они позаимствовали у него какую-то базу, какой-то взгляд на литературу, может быть. Но они определенно ушли дальше. И те же образы, те же описания природы, на мой взгляд, у Брэдбери намного ярче, намного детальнее, намного интереснее. Если говорить о психологизме персонажей и о вот этом типаже обычных людей, населяющих небольшой городок, то, на мой взгляд, последователи Андерсона, опять же, пошли несколько дальше и развили все то, что он начал вот здесь закладывать. Новеллы показались мне несколько неоднородными по своему качеству, по тому интересу, который они у меня вызвали. Некоторые, честно говоря, показались мне довольно-таки проходными и оставили в недоумении. Возможно, здесь дело, да наверняка, в том, что я не поняла некоторые из этих новелл, просто действительно не поняла, что хотел сказать автор. Есть несколько мыслей, которые сразу приходят в голову по поводу этих рассказов, но они настолько наивные и банальные, что хочется видеть больше глубины, но я ее не вижу. Я не могу сказать, что это скучная, нудная, невообразимо нечитаемая вещь, конечно же, нет. Это хорошая книга, она в чем-то очень даже красивая, здесь есть приятные моменты. Давайте я вам прочитаю небольшой фрагмент из самого первого рассказа. Здесь речь пойдет о старике-писателе, который ведет довольно затворническую жизнь, и после его смерти находят тетрадку, в которой записаны некоторые его мысли, некоторые его идеи, и вот одна из них. В начале, когда мир был молод, существовало множество мыслей, но правды как таковой не было. Человек вырабатывал правды сам, и каждая правда составлялась из множества неясных мыслей. Повсюду в мире были правды, и все они были прекрасны. Старик занес сотни правд в свою книгу. Я не стану перечислять вам все. Была там правда девственности и правда страсти, правды богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения. Сотни и сотни правд, и все прекрасные. А потом набежали люди. Каждый, явившись, ухватывал какую-нибудь правду, а особенно сильные ухватывали по десятку. Правды и сделали людей нелепыми. Старик развил целую теорию на этот счет. По его представлениям, как только человек захватывал для себя одну из правд, нарекал ее своею и старался прожить по ней жизнь, он становился нелепым, а облюбованная правда ложью. Ну вот это, пожалуй, один из самых интересных фрагментов, которые я для себя отметила за всю эту книгу. И в целом этот фрагмент действительно дает ключ к пониманию остального текста данного произведения. Действительно, во многом люди, проживающие в Уайнсбурге, по-своему нелепы. Действительно, у каждого есть своя правда, которая и ведет жизнь по определенному пути. И тут нужно сказать, что все эти люди, действительно, я не припомню исключений, все эти люди несчастны. Несчастны по-своему, и, как правило, это какая-то бытовая грусть, бытовая печаль и бытовое несчастье. Для меня эта позиция несколько не близка, хотя да, конечно, без сомнений, это очень правдивая ситуация. Герои Шеруда Андерсона, они всегда выбирают путь несчастья, путь страданий, путь самокопаний, путь вот этого увязания в бытовухе, сосредотачивания именно на ней, ощущение бесцельности, бессмысленности своей жизни, постоянное оглядывание назад на свою молодость, на те чувства, которые тогда гораздо ярче вспыхивали. И все во мне бунтует против этого, потому что, на мой взгляд, даже не имея каких-то возможностей особых путешествовать, проживать особо яркие какие-то приключения, даже проживая на одном месте в городке Уайнсбург, штат Огайо, всегда можно насытить свою жизнь, всегда можно отнестись к ней по-другому, искать маленькие радости и сосредотачиваться именно на них, а не на том, что ты якобы прикован к своей жене и к своим детям. И да, конечно, в этой книге все не настолько однозначно, даже вот эти страдающие мужчины иногда оглядываются на свою жизнь и ищут в ней какие-то приятные моменты, иногда, проходя по полю, они наслаждаются видом природы, и что-то захватывает их очень глубоко. Здесь определенно есть какие-то мощные, восторженные переживания главных героев также. В целом, это действительно жизнь, как она есть, это те проблемы, страхи, мысли, которые накатывают на большинство людей. В общем, в целом, если сравнивать эту книгу Шерфда Андерсона с творчеством Уильяма Сараяна или Рея Брэдбери, благодаря которым мне и захотелось с ней ознакомиться, то я скажу, что очень многое, многие приемы позаимствованы, действительно какая-то схожесть стилистическая, она чувствуется, но вместе с тем и у Сараяна, и у Брэдбери гораздо больше, на мой взгляд, чувственности, и гораздо больше какой-то теплой, солнечной составляющей. У Шерфда Андерсона при тех же приемах все-таки более какой-то удручающий настрой. Он также смотрит глубоко в человеческие души, но находит там меньше радости и больше поводов загрузиться. Знаете, все бессмысленно, все нелепо, жизнь тлен. Конечно, стоит познакомиться с этой книгой, скажем так, для общего развития, для понимания литературы, но как именно произведение, затрагивающее те или иные вопросы, мне кажется, это вообще не мастрит. Я точно не жалею, что эту книгу прочитала, она стала одним из кирпичиков моего понимания американской литературы. По факту про чтение книги я поняла, что нет, нет у меня никакого зова, никакой тяги к чтению Шерфда Андерсона дальше. Я лучше буду читать его последователей, которые меня гораздо больше вдохновляют. Например, того же Джона Стейнбека. Да, у меня в этой книге два произведения под одной обложкой. Это его повесть о мышах и людях и его повесть-притча «Жемчужина». Я буду читать «Жемчужину». Давайте пару слов об издании. Это эксклюзивная классика, причем в твердой обложке. Очень крутая серия, под серия, скажем так. Обложечка классная, приятная, вот эта текстура под лен. Бумага очень плотная. Да, она желтоватая, скажем так, кремовая, наверное, и несколько шершавая, негладкая. Но все-таки она достаточно приятная. А плотность ее так чуть ли не к картону ближе, чем к бумаге. Здесь есть также и закладочка «Лиссе». Мне издание действительно очень нравится. И вот было бы круто, если бы все книги, которые издаются в эксклюзивной классике, также выпускали бы в твердой обложке. Я бы тогда эту серию просто скупала бы. Скупала бы ее пачками. Но, к сожалению, очень немного книг, изданных в твердой обложке. Того же Стейнбека мне бы очень хотелось увидеть другие произведения именно в таком формате. К слову говоря, вот недавно я заказала «К востоку от Эдема» Стейнбека в серии «Библиотека классики». Мне вот это издание гораздо больше нравится. Я бы предпочла именно в нем покупать книги. Но, увы. Итак, о «Жемчужине» я вообще ничего не знаю. Только видела краем глаза, что это вроде как притча. Расскажу вам об этой книге уже завтра. Уверена, что Стейнбек будет читаться с несколько большим интересом у меня, чем Шерлуд Андерсон. Друзья, я снова с вами. Книга Джона Стейнбека уже прочитана. Я готова ее с вами обсудить. Да, это заняло больше вчерашнего дня. Я дочитывала ее сегодня утром. Но зато у меня прочитаны оба произведения. И дело здесь вот в чем. В рамках этого видео 3х3 я хотела прочитать только «Жемчужину». Но после ее прочтения я просто не могла остановиться. Мне безумно хотелось читать Джона Стейнбека дальше. И я очень сильно рада, что в этом месяце на совместные чтения мы также взяли Стейнбека к востоку от Эдема. Надеюсь, что в ближайшее время я уже возьмусь за этот роман и буду его понемножку читать. Эта книга привела меня в настоящий восторг. Если когда я читала Шерлуда Андерсона, я читала, кивала и понимала, что да, да, это важная книга для американской литературы, то здесь я была полностью поглощена всем происходящим, и мне не хотелось, чтобы книга заканчивалась. Начала я свое чтение с «Жемчужиной», и это действительно такая повесть-притча. В городе рассказывают о великой жемчужине, о том, как она была найдена и вновь утрачена. Рассказывают о ловце жемчуга по имени Кина, его жене Хуане и малыше Койо Тито. Историю эту повторяли так часто, что она пустила глубокие корни в каждой душе. Как и во всех историях, которые пересказываются по многу раз и оседают в людских сердцах, в ней есть только хорошее и плохое, белое и черное, доброе и злое, и никаких полутонов. Возможно, это притча, и каждый видит в ней свой смысл и отражение собственной жизни. Как бы там ни было, в городе рассказывают, что да. Действительно, это произведение похоже на притчу своей короткой формы, своей ярко выраженной моралью и вот этим самым отсутствием полутонов. Но вместе с тем, из всех тех притч, что читала лично я, это определенно наиболее интересно, наиболее приближено к обычной повести, к рассказу. И вместе с тем, в ней меньше морализаторства, меньше назидательности. И что самое главное для меня, она неоднозначна. Ведь что такое притча? Притча это именно что? Рассказ с нравоучением. И да, действительно, какое-то нравоучение в жемчужине есть, но каждый для себя увидит разное. О чем же здесь пойдет речь? Изначально история знакомит нас с Кино и его женой Хуаной, которые живут в небольшой хижине, и у них также есть новорожденный ребенок, сын по имени Койотита. Буквально с первых страниц Тейнбек полностью завладел моим вниманием, потому что по кроватке, по корзинке, в которой лежит Койотита, ползет скорпион. И да, действительно, события складываются наихудшим образом. Скорпион кусает ребенка, родители пребывают в горе и в шоке, потому что не каждый взрослый оправится от укуса скорпиона. Эта бедная индейская семья понимает, что богатый американский доктор к ним не пойдет. Тогда жена принимает решение идти к доктору самостоятельно, стоять у него перед порогом и требовать того, чтобы ее ребенка осмотрели. Доктор, в свою очередь, окажется как раз-таки представителем всего того злого и черного, что есть в этой притче. Этого человека интересуют только деньги, и никакой человечности, никакой сострадательности в нем нет и в помине. Поэтому доктор отказывается даже осмотреть малыша, передав через слугу, что его нет дома. Конечно же, Кино и Хуанита прекрасно понимают, в чем тут дело, что дело в деньгах. И единственный их шанс спасти своего сына, это отправиться искать жемчуг, потому что именно этим и промышляют в основном в данном поселении. Найдя одну из раковин, видят, что там что-то блеснуло, и уже сразу догадывается, что там, судя по всему, достаточно крупная жемчужина. Не меньше яйца морской чайки, величайшая жемчужина в мире. С новоприобретенным богатством Кино и Хуанита возвращаются в свое селение. И, казалось бы, впереди их ждет только самое лучшее. Кино уже распланировал, на что он потратит полученные деньги, на образование своего сына, на улучшение своих жилищных обстоятельств. Но, конечно же, все будет не так просто, ведь недаром это действительно притча от Джона Стейнбека. Что там дальше будет происходить, я вам, конечно, не расскажу. Если ваши читательские вкусы близки моим, то вы, скорее всего, не сможете оторваться, вас полностью поглотит эта короткая история. Если же говорить о морализаторстве и нравоучении, которое заключено в этой притче, то первым делом читатель после прочтения, конечно же, видит основную тему. Это тема жадности, тема алчности, тема той ситуации, когда человек хочет получить от жизни большего, нежели ему якобы уготовлено судьбой. На самом деле здесь есть с чем поспорить, и вот с этой очевидной мыслью, которую якобы проталкивает автор, поспорить очень даже хочется лично мне. И, наверное, читателю, живущему в современном мире, в обществе потребления, все менее близка вот эта мысль того, что человек должен довольствоваться тем, что ему уготовила судьба. Лично я не думаю, что именно эту мысль, в первую очередь, хотел донести Стейнбек, что желание получить чего-то большего для себя и для своей семьи, это такое пагубное желание. На «Жемчужину» я рекомендую прочитать каждому из вас, потому что это действительно очень короткое произведение, и даже если оно вам вдруг совершенно не придется по душе, вы не потратите на него много времени. Но все-таки мне кажется, что читающему человеку эта вещь должна понравиться. И если вы с Джоном Стейнбеком до сих пор не знакомы, то это грусть и печаль, потому что это один из прекраснейших авторов мировой классической литературы. Это, знаете, не та классика, где вам будет скучно, где вас будут напрягать длинными тягомотными фразами и описаниями фарфора. Да простят меня любители викторианской классики. Здесь все быстро, все по делу, все стремительно. Эта литература, она настолько на грани с развлекательной, что порой эта грань полностью размывается. Итак, о чем же у нас речь пойдет в произведении, о мышах и людях? Два молодых мужчины, Джордж и Ленни, прибывают вместе на ферму для того, чтобы поработать там с месяцок и поднакопить деньжат. Но ребята, они не простые. Во-первых, они очень крепко держатся друг к другу. Во-вторых, сам Ленни – это так называемый взрослый ребенок. То есть умственно отсталый человек, душа ребенка, заключенная в огромном, очень сильном теле. Ленни, хоть и без злого умысла, но периодически умудряется учинить что-нибудь такое, что грозит ему огромными неприятностями. Поэтому Джордж всегда на подхвате, готов его из этих неприятностей вытащить. Также у Ленни есть одна большая любовь, некоторый такой пунктик. Он очень любит все такое мягкое и теплое, любит гладить пушистых животных. К сожалению, для самих вот этих живых существ, мышек, кроликов, любовь Ленни, она губительна, потому что этот человек не осознает своей силы. Понятное дело, что этот человек представляет некоторую угрозу для окружающих, и сам Джордж тоже это прекрасно понимает. У них с Ленни есть одна большая мечта, накопить деньжат, купить небольшой клочок собственной земли и жить своим трудом, не горбатиться на чужих людей, работать на себя, иметь возможность отдыхать тогда, когда хочется, и так далее. В общем, люди хотят не более, чем обычной свободы. Сделать это, конечно же, не так просто. Сумму нужно накопить очень приличную, и далеко не всем это удается. Если верить разговорам в этой книге, то это не удается практически никому. Кому может понравиться эта книга? Во-первых, если вы любите драму, если вы любите какие-то нестандартные ситуации, если вам интересны необычные человеческие взаимоотношения, если вам нравится в целом эта атмосфера американских ферм, то вам однозначно книга должна понравиться. Впрочем, я думаю, что если все вот это перечисленное про вас, то вы наверняка ее читали. Это действительно замечательное классическое произведение, которое, как мне кажется, прочитать должен каждый, кто в целом любит и понимает классику. Написано произведение очень простым языком, короткими фразами, но насколько же этот язык прекрасен, насколько он образен. В таком небольшом объеме заключено огромное количество интереснейших персонажей. Помимо глуповатого Ленни и взявшего на себя вот эту ответственность Джорджа, здесь также множество второстепенных интересных персонажей. Это и местная красавица Вертихвостка, и ее муж, который готов убить любого, кто ее хоть пальцем тронет. Здесь есть пожилой рабочий фермы, который боится, что скоро его уже выгонят, потому что он не сможет справляться с работой. Здесь есть черный конюх, который живет в одиночестве, потому что никто, конечно же, не хочет с ним общаться. Здесь много-много интересных персонажей, много вкусных, любопытных диалогов. И кроме вот этого всего, что, пожалуй, самое важное, ощущение надвигающейся беды. Это не совсем саспенс, но это какое-то тревожное чувство неотвратимости того, что должно произойти. Знаете, такое я часто чувствую, читая Кронина, уже зная, кто он такой. Когда у персонажа на горизонте маячит какое-то светлое будущее, ты уже понимаешь, что оно ему, скорее всего, не суждено. Но вот здесь то же самое. Чем ближе мечта Джорджа и Лени о собственной ферме, тем большие сомнения закрадываются в твою душу. Я, конечно же, не буду вам рассказывать, чем закончилась эта история. Узнаете это сами. И я думаю, что финал вам очень понравится. Во всяком случае, для меня он был идеальным. Вот здесь на обложке написано, что о мышах и людях это повесть, не выходящая из топ-100 Амазон, наряду с «Убить пересмешника» Харпер Ли, Великим Гэтсби Фитджеральда и 1984 Оруэлла. И из вот этих перечисленных произведений, все из которых я читала, я хочу сказать, что о мышах и людях, по-моему, на несколько голов выше и интереснее. Конечно, это очень субъективный взгляд, но для меня здесь гораздо больше драмы, человеческих взаимоотношений и более интересная мысль. Вот. Очень вам рекомендую. Действительно, я в таком огромном восторге. Это просто что-то прекрасное. Я не могу дождаться, когда снова возьмусь за Стейнбека. Друзья, я снова с вами для того, чтобы рассказать вам о произведении Уильяма Стайрена «Долгий марш». К сожалению, всю книгу я не прочитала. Здесь также заключена пьеса в «Заразном бараке», но пьесу я оставила не потому, что объем книги большой. Действительно, эту книгу можно прочитать за день без особых проблем. Дело здесь в том, что первое произведение, повесть «Долгий марш» произвело на меня очень сильные гнетущие впечатления, и добивать это впечатление еще дальше такими же гнетущими эмоциями в тот день мне не хотелось. Первые впечатления, первая ассоциация – это, конечно же, повесть Стивена Кинга «Долгая прогулка». Это во многом настолько похоже. Как вы, возможно, знаете, «Долгая прогулка» Стивена Кинга – это антиутопия, мир будущего, мир жестокости, мир любви к хлебу и зрелищам. Суть игры в «Долгой прогулке» Стивена Кинга заключается в том, что большая группа людей начинают свой поход, свою долгую прогулку в точке А, и они будут идти так долго, пока не останется только один. Один победитель, который и получит все, что он пожелает. Он может загадать любое желание. И да, все остальные участники «Долгой прогулки», кроме самого победителя, выжить не могут. Вот такая ситуация. У меня сложилось впечатление, что Стивен Кинг для своей «Долгой прогулки» вдохновлялся «Долгим маршем» Уильяма Стайрона. Конечно, это всего лишь предположение. Итак, о чем же у нас произведение «Долгий марш»? События здесь происходят в военном антураже, но вместе с тем никаких непосредственно военных действий в книге не ведется. Скорее происходит какая-то учебная подготовка, призванные из запаса участники предыдущих войн, которые уже обзавелись семьями, женами, детьми, уже успели привыкнуть к нормальной человеческой жизни и, конечно, совершенно не хотят возвращаться в этот ад. Но вместе с тем операция по поддержанию порядка в Корее, как они здесь это назвали, заставила их вернуться во всю эту грязь и мрак. И да, казалось бы, в книге нет самих военных действий, нет противостояния двух воюющих сторон, но здесь есть другое противостояние – это те самые солдаты и их непосредственное начальство. События здесь начинают закручиваться с того, что полковник решает отправить своих подчиненных в такую долгую прогулку. 58 километров они должны пройти на своих двоих одним махом с небольшими перерывами буквально по 10 минут раз в час по самой разной местности – это и песок, и грязь. И буквально за 11 часов этот путь должен быть преодолен. Да, рядом будут ехать грузовики, которые готовы подхватить человека, который уже не может и шагу ступить, но это воспринимается как некий позор, это не имеет ничего общего с честью и доблестью солдата, поэтому большинство героев данной книги и не подумают смахлевать, и будут идти, просто истирая свои ноги в кровь, в мясо. Опять же, очень неоднозначное, хоть и такое короткое произведение, некоторые персонажи не раз поменяют ваше мнение о себе, то они будут казаться вам форменными придурками и идиотами, то вы будете видеть в их поступках некое подобие геройства. И в конечном счете свое однозначное, окончательное впечатление о некоторых героях этого произведения я так и не смогла сложить. И начинать знакомство с Уильямом Стайреном с этой книги я бы не рекомендовала, да у вас и вряд ли получится. Насколько я знаю, долгий марш на сегодняшний день не издается, но по букинистическим магазинам вот эту книжку можно поискать, да и в общем-то в электронке ее прочитать совершенно несложно. 120 страниц, это при том, что огромные поля и крупный шрифт. Хоть это и повесть, для меня она читалась тоже с каким-то ощущением пьесы, с каким-то ощущением определенных сильных сцен. И да, здесь короткие диалоги, здесь мало описаний, но каждая фраза в этих диалогах очень харизматична. Она передает весь накал страстей. И очень много о персонажах здесь можно понять именно из того, что они говорят, а не то, как они описаны, и не то, как они передвигаются, ведут себя. Одних только их фраз вполне достаточно. Максимально приближенных к жизни. Мы как будто бы являемся прямым наблюдателем происходящих событий. У нас здесь нет никакого авторского видения происходящего, никаких длинных авторских ремарок. Нет, мы просто находимся рядом. Вот действительно, как во время просмотра спектакля. Находимся рядом и смотрим, видим, что происходит. Последняя сцена... Спойлеров не будет. Последняя сцена в данном произведении для меня была просто невероятно мощной, сильной и красивой. Именно в каком-то таком театральном ключе своей, в какой-то степени недосказанности, неразжеванности. Действительно, рекомендую любителям американской литературы, но все-таки лучше знакомство со Стайреном, конечно же, начать с его потрясающего романа «Выбор Софии». Ну и да, отдельный мой восторг – это, конечно, сам язык, сам стиль Стайрена, за что я его так сильно и люблю. Это классика, написанная в таком чуть ли не развлекательном ключе, очень мощно, очень сильно, достаточно просто и завлекающе. Давайте буквально первую страничку. Однажды в полдень в разгар безоблачного лета в Каролине сухой игольник, листья плюща и ветки сосен покрыты были тем, что осталось от восьми молодых солдат. Это зрелище не вызывало даже мысли об ушедшей жизни. Казалось, не люди погибли здесь, а гигантский шланг распылил по опушке осколки костей, клочья кишок и лоскутия одежды. Люди, конечно, исчезли мгновение ока, прежде чем успели что-либо понять, прежде чем в их душах шевельнулся страх или мелькнула искра догадки и удивления. Вот как-то так, коротко, образно и по делу. Буквально на каждой странице, на каждой из двух страницах вы будете находить какой-то интересный такой фрагмент, который можно для себя какой-то галочкой интереса помечать. Для меня прекрасная абсолютно работа автора. И да, уверена, что в «Заразном бараке» тоже в этом месяце прочитаю. Если вам в целом интересна данная тема противостояния солдат и их руководства, ничем не оправданной жестокости, которая происходит в армии, то да, вам сюда, потому что написано это, на мой взгляд, прекрасно. Но не в том плане прекрасно, как пишет, например, Арчибальд Кронин. Это совершенно два разных прекрасно, которые даже на одни весы не поставить. Вот как-то так на этом сегодня будем с вами заканчивать. Надеюсь, что это видео было для вас интересным. Обязательно пишите, нравится ли вам формат 3х3. И если он вам нравится, то я постараюсь хотя бы раз в месяц что-то подобное снимать. В следующем же видео на канале вы можете ждать, во-первых, мой отчет о долговом марафоне и о марафоне книжных толстяков. Это будет одно общее видео. И также в ближайшем времени вас ждут, ну, конечно же, книжные покупки. Я думаю, даже разделить ту стопочку, которая у меня накопилась, на две, и снять два видео, не таких длинных. В одном будет азбука, в другом все остальное. Подведу итог этого видео. Всем, абсолютно каждому рекомендую Джона Стейнбека. А вот Шервуда Андерсона уже только для глубоко копающих и сильно заинтересованных в истоках американской литературы, пожалуй. Ну и также Уильяма Стайрена для всех тех, кому показалось, что ему сюда. Ни для кого другого. На этом я с вами прощаюсь. Пожалуйста, не забывайте поставить лайки вот прямо сейчас, написать ваши прекрасные комментарии, поддержать таким образом канал. Очень сильно вам за это благодарна. И всем пока!